Зайнулин Билал Минзарифула, Низамиев Гавдулахат Низамиула. Вспомнили каждого по имени. Всего на мемориальной доске 42 человека. Здесь и те, кто ушел на фронт из деревни Старая Чешма, и те, кто после жил здесь. Каждый из них внес вклад в победу. Рада, рада, рада. Даже не думали, что такое будет. Здесь есть ваши родственники? Бар, вот, свекровь у меня. Старший брат Минзарифович, 22 года рождения. Зайнулин Билал, Зайнулин Абулгас, 22 года рождения, родной брат. Канафи Зайнулин пришел почтить память двух старших братьев. Ни один из них не вернулся с войны, но имена теперь увековечены на родной земле. Следопыт помогли Абулгаса найти, а Билал Абулгас в 1940 году был призван и остался там под гусеницей, наверное. Война ведь оттуда началась. В период войны из деревни забрали на фронт 62 человека. Только 31 вернулись. Идея создания памятника зрела давно. Ее инициатор, бывший глава Пестричинского района, Шейхуланас Эбуллин, цель говорит одна – чтобы помнили. Молодежь, которые сегодня здесь живут и работают, они не имеют права забывать, чтобы они их всегда вспоминали. Помнят все даты писем фронта и их содержания. Накия Заляева, труженик тыла и дочь ветерана Великой Отечественной. Минзал Зайнулин ушел на фронт в 41-м. У него осталось три дочери и супруга. Ждали его пять лет, но в 45-м пришла похоронка. В 45-м году после письма в фронт в месяц пришла. Я взяла масло на рынке. Я помню день, когда мы его провожали. Я бежала за ним, пока были силы. Затем всю войну мы трудились. Я была в четвертом классе, не было лошадей. Мы, дети, сами тащили на себе плог и вспахивали землю. И мы, конечно, всей семьей, даже после письма о смерти отца, не переставали его ждать. Сегодня имя Минзала Заляева высечено на памятнике павшим героям. Этот список, возможно, неполный. Поиски всегда продолжаются. Ведь война не закончена, пока не будет похоронен последний солдат. Место памятника выбрано не случайно. Он находится рядом с мечетью и храмом. При этом его хорошо видно с дороги всем проезжающим. Альбина Слагараев, Амир Залюшев, ТНВ, Пестричинский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова